Настоящими героями стали саратовские пожарные. Спасли из полыхающего дома двоих мужчин. Поздно ночью загорелась двухэтажка на Вишневой. Жильцы в это время выпивали. Пожарные по лестнице забрались в квартиру, укутали пострадавших одеялами и вынесли на улицу. По словам огнеборцев, выбраться самостоятельно им вряд ли бы удалось. Фламя блокировало все выходы. Эвакуировали и остальных жильцов дома. Чтобы люди не мерзли, их посадили в автобус. В связи с низкими температурами обстановка с пожарами остается сложной. В основном горят, конечно, жилые дома, частный сектор, квартиры, очень много автомобилей, гаражей, сараев. Основные причины – это неосторожное обращение с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового и электрооборудования, а также печного отопления. Наших ордена в это время убирали последствия ночной аварии. Столкнулись сразу пять легковушек. Две иномарки и три отечественных автомобиля. К счастью, обошлось без жертв. Все отделались легким испугом. По словам автоинспекторов, авария произошла по вине водителя ВАЗа 14-й модели. Скользко на дорогах еще и из-за коммунальных аварий. Трубы не выдерживают суровых морозов. Так, жители нескольких саратовских домов сидят без воды. Коммунальщики уже который день работают в авральном режиме. Но сложнее всего приходится жителям Балашовского района. Там вышла из строя котельная. Жители целого поселка остались без тепла. Из Скандинавии пришел антициклон и принес вот такое безобразие. Он постепенно начинает уходить. Еще мы не особо ощутили, но будет уходить. Я вас уверяю, будет, обязательно будет. К лету будет плюсовая температура, точно. По прогнозам синоптиков, уже завтра морозы начнут отступать. На термометрах цифра минус 30 сменится на минус 17. И все же не забывайте утепляться, выходя на улицу. От дома до ожогового центра всего один шаг. Роман Базан, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.